Майские деньки, повод сбежать от городской самоизоляции к дачной жизни. В дороге 100% захочется перекусить. Если шоколадки, чипсы и другие вредные снеги вам не подходят, попробуйте сделать несколько простых, но полезных блюд. В чем преимущество выпечки? Ее можно сделать полезной и приготовить за считанные минуты. Наш вариант – маффины или мини-кексы. Если вы полностью исключили сладкое из своего рациона, сделайте соленые маффины. Добавьте в них бекон, ароматные приправы, лук или твердый сыр. Испеките кексы в индивидуальных одноразовых формочках из бумаги или фольги. Паста с добавлением насыщенного томатного соуса или оливкового масла – отличный здоровый перекус на все случаи жизни. Добавьте к макаронам ароматные травы, оливки и любимые свежие овощи. Храните блюдо в контейнерах. Еще один необычный перекус – спринг-ролл из рисовой бумаги. Приготовить блюдо азиатской кухни несложно. Сначала опустите лист бумаги в подогретую воду. Как только он станет мягким, достаньте его из воды. Затем выложите на него кусочки овощей, мяса или курицы. Заверните ролл. Соус лучше положить в отдельную емкость, чтобы в дороге рисовый лист не размок. Готовьте бутерброды из любого диетического запеченного мяса. Купите в ближайшем магазине свежий хлеб, лучше багет, и сделайте надрез. В качестве начинки используйте мясо, свежие овощи, листья, салаты и сыр. Заправить булочку можно в дороге. Кухни всего мира уже за вас придумали удобные форматы перекусов. Заверните в лаваш, питу или тортилью, свежие овощи, творожный сыр, мясо, курицы, кусочки копченой рыбы или домашний фалафель. Сделайте домашний густой соус и обязательно полейте им листья салата, а не саму булочку, иначе хлеб быстро размокнет. Обычный хлеб. Не совсем. Домашний хлеб может быть насыщен различными добавками по вашему вкусу. Например, разнообразьте выпечку семечками, фруктами, сухофруктами или орехами. Такой перекус быстро утолит голод. Какие перекусы можно назвать полезными и можно ли похудеть, если постоянно перекусывать. Кстати, перекус поможет вам перестать переедать.